Здравствуйте, коллеги! Очень приятно присутствовать на этой интересной конференции. Я первый раз в этом контексте. И говорить я буду о Заре Григорьевне Минц, многим известной профессоре Тарпского университета, специалисте по серебряному веку русской культуры. Первый раз в Эстонию приехала она в январе 1951 года. И хочу обратить ваше внимание на эту фотографию. Мы все привыкли видеть и знать Зару Григорьевну такой пожилой, а в 1951 году она приехала приблизительно вот такая, какая она здесь, на соседней фотографии, сделанной в 1944 году, за несколько лет до ее знакомства с Юрием Михайловичем Лотманом. Однако после января 1951 года она вернулась на работу во вторую школу рабочей молодежи поселка Волховстрой Кировской железной дороги, куда она получила направление после блестящего окончания Ленинградского университета. Но окончание это пришлось на 1949 год на разгар антисемитской кампании и в аспирантуру Зара Григорьевна поступить не могла. Однако она с энтузиазмом работала в этой школе, как писал Юрий Михайлович, позже собиралась построить социализм в одной отдельно взятой школе и с трудом согласилась на предложение Юрия Михайловича перебраться в незнакомую ей Эстонию. Но с сентября 1951 года она уже жительница Эстонии. Сам Юрий Михайлович попал в Эстонию случайно. Как он пишет в ней мемуарах, не будучи в состоянии найти в разгар антисемитской кампании работу в Ленинграде, он случайно позвонил директору Тартовского учительского института и был принят на работу. Интересный эпизод все-таки есть следующий. Если мы открываем список трудов Юрия Михайловича, то мы видим, что третьим номером в этом списке, а список этот многократно издавался и висит на сайте Рутени, имеется такая статья на эстонском языке. «Кангелане Аступ-Эллу», «Героиня входит в жизнь», рецензия на издание книги Агнии Барто, «Стихи детям». И мы видим, что эта статья вышла в газете «Ихту-Лехт» в 1950 году, 15 июня. Во-первых, здесь неточность библиографии. Если мы девизу смотрим газету «Ихту-Лехт», то обнаруживаем, что статья вышла месяцем раньше, 15 мая. Ну вот вопрос. 15 мая уже опубликована статья Юрия Михайловича в эстонской газете, хотя он еще к Эстонии никакого отношения не имеет. Да и тема очень странная у этой статьи. Это тема, собственно, которая будет потом соотноситься с интересами Зары Григорьевны, которая защитит в 1956 году диссертацию по детской литературе. Ну, может быть, были какие-то более ранние планы у семьи Лотманов связать свою жизнь с Эстонией. Может быть, еще был какой-то сюжет, который пока нами не прояснен. Юрий Михайлович, попав в Эстонию, как сам он писал, не понял всей сложности и трагичности обстановки. Потому что в Эстонии в 1950 году еще очень близки были события 1949 года массовой депортации эстонцев в Сибирь, еще велась борьба с лесными братьями, преследовался эстонский национальный национализм. И Юрий Михайлович писал в ней мемуарах. Незнание языка и обстановки, а также бессовестная глупость, которая сопровождает меня на всем протяжении жизни, помешали мне увидеть трагичность той обстановки, в которую мы попали. Я искренне воспринял ситуацию как идиллию. Работа со студентами, хорошая библиотека, дружба с кругом молодых литературведов – все создавало ощущение непрерывного счастья. Но рискнем предположить, что Зара Григорьевна, которая в это же время с Юрием Михайловичем оказалась в Эстонии, тоже не понимала всей сложности обстановки. Она была такой абсолютно советской школьницей. Конечно, даже в ее дневниках, которые мы опубликовали недавно в сборнике, посвященном Заре Григорьевне Минце, который, может быть, вам знаком, вот показываю его, есть некоторые сомнения даже у советской школьницы Зары Минц в том, что советская идеология единственно верная. Но, скорее всего, национальных противоречий в Эстонии она не осознала. Однако очень быстро Юрий Михайлович и Зара Григорьевна оказываются в кругу совершенно для них новым. Например, на работу Юрия Михайловича принимал Борис Васильевич Правдин, который был основателем Юрьевского цеха поэтов, который заведовал кафедрой русской литературы до 1954 года, когда это заведование было передано Борису Егорову. А ближайшим коллегой очень скоро оказался Вальмор Адамс, он же поэт Владимир Александровский, человек очень сложной и интересной судьбы. Сейчас его личность и переписка привлекают внимание. Еще раньше ею занимались Рейн Круз, Галина Пономарева. Вышла большая обзорная статья Татьяны Кузьминичной-Шор с архивными справками. И Татьяна Николаевна Степанищева тоже теперь занялась изучением его биографии. Как писал Юрий Михайлович, Вальмор Адамс, он видел целых пять Адамсов, как он писал в своем очерке, посвященном 90-летию Адамса. И первый Адамс – это был Адамс-поэт, у которого была интересная творческая биография. Он, как и Борис Васильевич Правдин, дружил с Игорем Северяниным и выпустил альманах «Виа Сакра», они совместно выпустили альманах, который назывался названием стихов Вальмора Адамса. Потом судьба его, как я уже говорила, была трагична. Он какое-то время работал в Тартусском университете, преподавал там русский язык до июня 1941 года. Потом немецкие оккупационные власти его арестовали, он работал переводчиком. Сразу после войны стал опять работать на русской кафедре и опубликовал в самом первом номере ученых записок свое исследование «Идиллия Николая Васильевича Гоголя Ганских и Хельгарта в свете его природоописаний». Но на основании этой книги Адамса объявили космополитам, уволили из университета, хотя потом восстановили. Он всегда боролся за свою реабилитацию, писал письма, был очень активным. И даже в феврале 1949 года, восстановленный в Тартусском университете Адамс, был утвержден ваком в звании доцента. Но в конце 50-х годов опять начинаются на него гонения. Вспоминается, что он работал в немецкое время на оккупационной власти, что был переводчиком. И в 1951 году его арестовали, приговорив к 10 годам лагерей с поражением в правах. И он отбывал наказание в степлаге. Но в 1954 году дело его было пересмотрено. И как раз в то время, когда в Тарту приезжает Зара Григорьевна, это время выпадает на арест Адамса. Но Зара Григорьевна в это время не работала еще в Тартусском университете. Она, как и Юрий Михайлович, начала свою карьеру преподавательскую в Тартусском учительском институте, где преподавала множество курсов и проработала до 1955 года. И только с 1956 года стала активным уже деятелем кафедры русской литературы Тартусского университета. Но как раз в 1956 году Зара Григорьевна пришла работать на кафедру, а в 1957 году Адамса опять приняли в университет. И, безусловно, общение и с Борисом Васильевичем Правдиным, и с Вальмаром Адамсом очень многое изменило и в сознании Юрия Михайловича и Зара Григорьевны. И, безусловно, были разговоры и о русской культуре межвоенного периода, активными деятелями, которые они оба являлись. И вот эта дружба и переписка, общение с Адамсом продолжалась на протяжении всей их жизни. С 1960 года Зара Григорьевна начинает активную деятельность по собиранию и публикации всего, что связано с наследием Серебряного века. В 1961 году вышел четвертый том трудов по русской и славянской филологии, где ею совместно с Дмитрием Евгеньевичем Максимовым были опубликованы воспоминания об Александре Блоке и Елене Михайловне Тагер, Валентине Петровне Веригиной и Наталье Николаевне Волоховой. Этот сборник произвел огромный успех. Он, благодаря Дмитрию Евгеньевичу Максимову, распространялся в Ленинграде. И многие из круга близкого к нему бывшие узники ГУЛАГа, люди, которые еще были живы и помнили русскую культуру Серебряного века, они были очень возбуждены выходом этого сборника, потому что, как им показалось, теперь нашлось место, где можно публиковать тексты, ранее невозможные к публикации, где можно было называть имена, которые раньше нельзя было упоминать. Так, например, Надежда Яковлевна Мандельштам предлагает Заре Григорьевне публиковать материалы о своем муже. Подробности этого диалога опубликованы в недавнем сборнике, посвященном Надежде Яковлевне Мандельштам. Вся переписка с Лотманами туда вошла. Этот том попал в руки Нины Ивановны Гагентурн, которая начала свою переписку с Юрием Михайловичем и Зарой Григорьевной и стала присылать им свои воспоминания во встречах с Андреем Белым, свои стихи. И таким образом, вот эта такая тенденция, что в Тарту появилась возможность публиковать тексты, говорить и упоминать имена, это было очень важно. 11-13 мая 1962 года состоялась знаменитая первая блоковская конференция, организатором которой явился Дмитрий Евгеньевич Максимов, Борис Федорович Егоров, Юрий Михайлович Лотман, и, конечно, Зара Григорьевна. Многому здесь поспособствовало и то, что Дмитрий Евгеньевич Максимов случайно в доме отдыха оказался в одной комнате с ректором Тартовского университета Федором Дмитриевичем Клементом, с которым они наладили очень хорошее отношение и к которому Дмитрий Евгеньевич неоднократно обращался для того, чтобы и блоковские сборники организовать, и блоковские конференции. И эта встреча была очень важна. Сам Дмитрий Евгеньевич Максимов открывал эту конференцию с докладом о цыганской теме в поэзии Блока выступили совместно Юрий Михайлович Лотман и Зара Григорьевна Минц. Валерий Иванович Безубов сделал доклад, Александр Блок и Леонид Андреев выступал Игорь Чернов, и конференция прошла очень успешно. В архиве Зары Григорьевны сохранился конверт от письма от Елены Михайловны Тагер, на котором Зара Григорьевна написала, видимо, это был какой-то ответ на какую-то чью-то реплику. Она написала следующее. Я просто очень рада конференции. Это очень большое дело. Вот тут-то я и уверовала в мессианскую роль высюков, они же чухонские афины. Это отсылка к афине на Эмаиге, так называлась Тарту. И вот Зара Григорьевна увидела, так сказать, что здесь, в афинах на Эмаиге, но она их так шутливо называет чухонскими афинами, возможно создать центр по изучению Серебряного века. В девятом выпуске «Трудов по русско-славянской филологии» Вальмор Адамс опубликовал утопию Игоря Северянина «Солнечный дикарь». И он там написал, что эту утопию ему передала жена, вдова, то есть Игоря Северянина, Фелиция Круз, Лотарева. И тут интересное, мы находим, когда мы подготавливали к изданию переписку Юрия Михайловича Лотмана с Борисом Федоровичем Егоровым, то Борис Федорович вспомнил, что был такой странный эпизод, потому что на самом деле Вальмор Адамс не имел уж такого прямого отношения к приобретению у вдовы Северянина этой рукописи. А со 100 рублей Зара Григорьевна ее купила. Но и надо сказать, что Фелиса Лотарева очень долго думала, и хотя ректор Клемент выделил специальные средства на то, чтобы приобрести у нее остатки библиотеки Игоря Северянина и его архив, но она его не отдала в Тарту, а позже отдала в Литературный музей. То есть не отдала на кафедру, а отдала позже в Литературный музей. Но судьбоносной оказалась другая встреча, которая, в общем-то, и стоит в центре моего нынешнего сообщения. На эту конференцию блоковскую в 1962 году из Сталина приехала Тамара Павловна Милютина. Тамара Павловна Милютина нам посчастливилось застать ее вот такой, как здесь она на фотографии, но вы увидите и более ранние фотографии. Происходила из замечательной семьи. Ее дед был священником в приходе Святого Георгия в Юрьеве, в Тарту, Николай Стефанович Бижанецкий. Он происходил из семьи священников, которые поселились в Эстонии. Его отец поселился и пять братьев его были священниками. и он был замечательным таким добрым студенческим батюшкой, как потом вспоминал о нем Тамара Павловна Милютина, который, например, разрешал крестить детей, рожденных от случайных каких-то связей, на что другие батюшки не соглашались в условиях Тарту. Но известен он стал благодаря своей трагической кончине. Он вместе с другими заложниками, выдающимися вообще гражданами, пастором лютеранской церкви, председателем еврейской общины. Он был расстрелян в 19-м году отступающими красными войсками. Вот эта знаменитая фотография, которая была очень распространена в том числе и в русской эмиграции, фотографии из Тартусского Успенского собора, когда отпевали. Дело в том, что красная армия отступала и отступала очень быстро, и поэтому, когда вошли войска эстонской армии, то они увидели все зверства, так сказать, на лицо были. Эти страшные фотографии тоже сохранились и имели распространение в эмиграции. Но не только дед был такой знаменитый у Тамары Павловны, знаменитой была ее мама Клавдия Николаевна Бижанецкая. Она была знаменитым врачом, работала в университетской медицинской клинике, и ее выпуск Юрьевского университета, это был первый выпуск, когда женщины получили равное право с мужчинами сдавать государственные экзамены по медицине. Она боролась с туберкулезом и была очень известным в Эстонии врачом. Известна была и сестра Клавдия, их вот здесь на фотографии Николай Бижанецкий со своей супругой и двумя дочерями. Одна из них была мамой Тамары Павловны, а вторая была очень известным педагогом, русистом, Зинаидой Дормедонтовой, она по мужу была, автором учебников. Вот из этой семьи происходила сама Тамара Павловна. Ей очень посчастливилось, потому что в юности она стала супругой выдающегося деятеля русского студенческого христианского движения Ивана Аркадьевича Логовского. Она, будучи еще школьницей, была послана на съезд РСХД под Париж, там он ее увидел и сказал, вот каких делегатов с какими косами присылают из Эстонии. И очень скоро был брак, и Тамара Павловна провела три года жизни в Париже вместе со своим мужем. Там она общалась и с отцом Сергием Булгаковым, и с матерью Марией, и со многими другими, с Лушеславцевым, с Ильяным, со многими другими деятелями русской эмиграции, знаменитыми деятелями русской эмиграции. Иван Аркадьевич Логовской был редактором Вестника студенческого христианского движения, но в 1933 году в связи с тем, что произошел раскол, и Иван Аркадьевич Логовской не согласился вместе с большей частью эмиграции перейти под юрисдикцию Константинопольского патриарха, он был уволен с работы в Богословском институте в Париже, и в 1933 году они вернулись в Эстонию. И это возвращение стало таким очень трагичным, потому что в 1940 году Иван Аркадьевич был арестован, и как потом оказалось, очень быстро расстрелян, и дважды была арестовывалась Тамара Павла Милютина. И вот эта женщина пришла на Блоковскую конференцию, она была в полном восторге от того, что она услышала на Блоковской конференции, но, конечно, совершенно не осмелилась ни вступить в контакт Зары Григорьевны, ни как бы то ни было проявить себя. И вот здесь начинается замечательная история, история о том, как Зара Григорьевна побудила Тамару Павловну Милютину написать воспоминания. Эти воспоминания сейчас очень известны, они переведены на эстонский язык. Книга эта вышла в 1997 году, книга Тамары Павловны Милютиной «Люди моей жизни». Но как она начала ее писать? Зара Григорьевна обратилась к Тамаре Павловне с письмом. Она написала, что ей рассказал Сергей Геннадь Чисаков и Анмальц о том, что Тамара Павловна была знакома с матерью Марией и попросила ее дать материалы воспоминания в ученые записки, а тогда блоковские сборники, блоковских сборниках было разрешено печатать мемуары. И тут она написала замечательно. «Мне кажется, писал Зара Григорьевна, что если вообще слово долг реальность, а не звук пустой, то одна из основных задач каждого культурного человека не дать погибнуть той части истории, которая известна ему и только ему. История – это люди, которые ведь жили для чего-то, они просто были марионетками в чьих-то руках. Культура темой отличается от китаизма, что не должна бессмысленно исчезать ни одна сознательная жизнь. Тамара Павловна, эти письма опубликованы, письма Зары Григорьевны к Тамаре Павловне опубликованы, но очень интересны и письма самой Тамары Павловны Милютиной, которые хранятся в архиве Юрия Михайловича Лотмана и Зары Григорьевны Минц. Тамара Павловна отвечала Заре Григорьевне, что она была прорвена, очень обрадована получением этого письма. И вот тут начинается такая любимая тема ее писем про то, что она совершенно не соответствует тому представлению, которое у Зары Григорьевны о ней сложилось. Как бы мне хотелось хоть немного соответствовать тому, что вы обо мне думаете, но, увы, я ни в какой мере не гожусь в авторы воспоминаний для ученых записок. И этот мотив постоянен, она все время пишет, что она не годится в авторы ученых записок, что она не может писать, что даже редактура Зары Григорьевны, какая бы она ни была профессиональная и замечательная, не исправит ее тексты, никак она не могла согласиться. Но, однако, она очень обрадовалась контактам, сказала, что она обязательно все свои материалы, у нее были много материалов связанных с матерью Марией, она поделится имя Зары Григорьевной, что она дала ей контакты Бориса Владимировича Плюханова и Тамары Дмитриевны Лединовой, для того, чтобы Зара Григорьевна сама с ними связалась и так дальше. И неизвестно вообще, как бы продвигалась эта история, не будь еще одного сюжета. В Тарту приехала в 60-е годы Рита Яковлевна Райт Ковалева, которая собирала материал о Борисе Вильде для того, чтобы она писала книгу о Борисе Вильде, как о герое французского сопротивления, а он был родом из Тарту, и она приехала в Тарту, чтобы собирать материал. И общалась в том числе и с медиками, а надо сказать, что уже к этому времени и Тамара Павловна, и ее мать вернулись из лагерей и поселились в Таллине и мать занималась волшебной деятельностью, работала в нейрологическом диспансере и Тамара Павловна тоже там медсестрой. И вот одна из медицинских работниц сказала, что приехала Рита Райт Ковалева, а Тамара Павловна говорит, а я знала Бориса Вильде, мы же с ним дружили, и так они встретились. И Тамара Павловна отдала Рите Райт Ковалевой все-таки написанные ею свои какие-то мемуары. И была страшно удивлена, раздосадована, когда увидела, что Рита Райт сначала в журнальной публикации, а потом в книжной, этот ее сюжет очень сильно изменило. Как она пишет Заре Григорьевне, я увидела, что она сделала как-то все по-журналистски, что она выхватила только некоторые факты, которые ей были интересны, а она не создала той полной картины, которую я могла бы представить. И это побудило Зару Григорьевну опять обратиться к ней с тем, чтобы она наскорее писала свои мемуары. И вот она пишет ей, я абсолютно уверена, пишет Заре Григорьевне, что ваша работа пойдет отлично и принесет пользу нашему общему делу, продолжению нашей культурной традиции, которая умирает, если ее прервать, и которая одна в силах расстресить человека. На все отказы Тамары Павловны Заре Григорьевне очень жестко отвечает. Она считает, что это просто, я очень прошу вас, вне всяких настроений, вне самолюбия, вы должны понять значение того, что в вашей памяти, и обязательно написать воспоминания. И в результате все-таки Тамара Павловна решается. Это происходит только, если знакомство было в 62-м году, то Тамара Павловна приступает к писанию своих мемуаров только в 81-м году. То есть 20 лет ушло на то, чтобы поверить в себя, обрести стиль. И в этом, конечно, огромную роль сыграла Зара Григорьевна. И в результате в 10-м блоковском сборнике вышли ее три года в Париже. Так получилось, что 10-й блоковский сборник вышел позже, чем 11-й. А в 11-м блоковском сборнике были опубликованы ее воспоминания и сохранившиеся стихи о ее знакомстве с замечательным поэтом, с которым она познакомилась в лагере. он был 25-летний тогда, Юрием Владимировичем Галем. Вот. И потом, таким образом, Зара Григорьевна все-таки этого добилась. Она не просто, так сказать, побуждала Тамару Павловну, она впустила ее в свой круг. И Тамара Павловна писала, удивительно, какая у вас особенность. Вы приняли в свое сердце человека и уже не оставили его своей поддержкой. Она рассказывала о своих проблемах, о своем трудном быте, о своих проблемах бытовых, научных. То есть, она была страшно рада переезду Тамары Павловны и Сталина в Тарту и писала ей, что теперь она ее просто будет включать в общую работу кафедры. И вот, благодаря всему этому состоялась книга Тамары Павловны, которая стала таким ценным свидетельством о жизни в межвоенный период в Эстонии. И в этом огромная заслуга Зарты Григорьевны Минц, как и во многом другом. Но вот наш сюжет на этом заканчивается. Большое спасибо. Раид Ковалева, наверное, разрешите? Да, да. Раид Ковалева, наверное, все-таки, потому что она была, насколько я понимаю, все-таки очень приличный человек такой она. Вот. Наверное, все-таки это там в культуру какую-то роль сыграло, что какие-то штуки выбросили, да? Нет-нет, я думаю, что здесь было такое принципиальное расхождение, потому что для Тамары Павловны Борис Вильда был ее одноклассник, к которому она относилась, в общем, иронично. Он не был героем сопротивления, когда она с ним общалась, он был таким недотепой, плохо учился, и, видимо, она в этих своих мемуарах все написала, как было на самом деле. А просто в книге для того, чтобы свою идею какую-то выделить, Рита Райт Квалю в некоторые места купировала, или, может быть, не в том смысле, что она как-то хотела обидеть Тамару Павловну, но она писала так, как она писала. Это была ее книга, ее герои. И вот это как раз было очень хорошо, потому что это задело Тамару Павловну, которая увидела, что, так сказать, не все ее воспоминания, то есть каждый человек использует только ту часть информации, которая ему интересна, нужна для его концепции. Это ее и побудило написать свое видение, свое видение Бориса Вильде и свое видение этой межвоенной ситуации. То есть она всегда с большим пиететом относилась к Раиду Ковалевой, конечно, Изару Григорьевну и прочее. То есть тут не было никакой такой этической какой-то недоговоренности, а просто стилистическая несовместимость двух взглядов. Взгляда публициста, взгляда автора книги о Борисе Вильде и взгляда мемуариста, который вспоминает о своей жизни. И была все-таки пометка в книге о том, что сведения были получены от Милютины. Да, по этому поводу Тамара Павловна тоже очень посмущалась, потому что на самом деле сведения, она говорила, что основные сведения проект Ковалева получила от Бориса Плюханова. Она только способствовала соединению их, чтобы они узнали друг друга. Но почему-то Борис Плюханов там не был упомянутый, и это очень расстроило Тамару Павловну, и она по этому поводу написала отдельное письмо. Есть отдельное письмо Заре Григорьевне. Видите, как один сюжет обрастает мини-сюжетами, и насколько вот эти все напластования важны сейчас, когда прошло такое количество лет. Я хочу маленькую подробность. Будучи аспиранткой в советское время и приезжая к своему научному руководителю, Заре Григорьевне, Минц. Я иногда ее сопровождала от университета до дома. Ну и этот путь обязательно предполагал захождение там в гастрономический магазин, поскольку она хозяйство еще вела. И она говорила, вот здесь я оставлю вас со своей сумкой, потому что здесь у меня вытащили самое ценное. Это были письма. Письма, которые вот пропали таким вот образом, и, видимо, это была сознательная какая-то кража, потому что речь шла как раз вот об этих репрессированных людях. так,